Всем доброго дня! Итак, восстановление золота электролизом. Что нам понадобится? Первое, стеклянная чаша с водой. Второе, разумеется, чистый раствор золота, предварительно очищен перасульфитом натрия. Третье, я заранее склеил 5 пальчиковых батареек изолентой. Минусом будет катод. А в качестве собирателя осадка обычный маленький никелированный шестигранник, как вы можете наблюдать на видео. Плюсом будет анод. В качестве анода я взял обычную графитовую щетку от электродрели и закрепил ее изолентой на длинный металлический стержень. И провод тоже вместе с крючком из проволоки. Все заранее подготовим, чтобы не мучиться во время процесса. Ставим стеклянную чашу с водой на плитку. Будем проводить восстановление с подогревом на водяной бане. Тогда процесс проходит намного быстрее и осадок крупнее и чище. Ну что же, прошел один час. Раствор разогрелся до 70-80 градусов. Выделяется пар. Стараемся поддерживать эту температуру. Можно начинать. перед началом, лег подогреваемый погруз. Для начала проверяем склеенные батарейки лампочкой. Если энергия поступает, все в порядке. Можно приступать. Продолжение следует... Вот через 15 минут периодически встряхиваем шестиграник. Сперва золото выделяется темно-коричневым, как вы можете наблюдать, как и от перасульфита натрия. Но через некоторое время, находясь в слабокислотном растворе, очищается до чистого желтого цвета. Чистейший желтый осадок. Прошло 2 часа. И наше золото практически все выделилось из раствора. При этом образовался раствор нитрата железа-3. Я извиняюсь, к сожалению, батарейки перестали действовать где-то через полтора часа с начала всего процесса. И мой шестиграник начал медленно растворяться и выделять остатки золота из раствора. Это не страшно. По-любому основной процесс получился. Через 2 часа убираем чашку с водой и ставим полученный раствор на плитку. Маленький шестиграник, на котором собиралось золото, оставляем и проговоряем греть до тех пор, пока шестиграник не растворится полностью. А золото останется на дне стакана. Чистейший желтый осадок. Во время процесса можно подливать любую кислоту, пока шестиграник не растворится полностью, но только одну из них. Лично я подливал азотную, шприцом, небольшими порциями. И поэтому вы можете наблюдать темно-бордовое образование нитрата железа-3, потому что шестиграник сделан из железа. И так до его растворения. Минут через 40 все растворилось. Я снял свой раствор с плитки. И пока он остывал, подготовил фильтровальный аппарат из обычной пластиковой бутылки. Если вы надумали сплавить свой осадок, делайте по максимуму маленький фильтр, чтобы при плавке бумаги было меньше. А дальше я начал фильтровать. В итоге выяснилось, что раствор полностью потерял кислоту, и фильтрация не могла начаться. Тогда я просто добавил немного воды и на этот раз соляной кислоты. Раствор в свою очередь немного осветлел, и фильтрация началась. Редактор субтитров А.Семкин полностью сушить фильтр необязательно. Главное хорошо промыть осадок водой. Я думаю, вы заметили, помимо золота выделилось и ржавое железо. Немного. Не страшно. При плавлении железо всплывет в виде темного шлама, так как железо не способно всплавиться с цветным металлом, золотом. Серебро или мить – другое дело. 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 Продолжение следует... 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 Так, чистый желтый цвет – это чистое золото и вес существенный. Но если вы знаете еще какой-либо пластичный тяжелый желтый металл, дайте знать.